Утренний намаз, проповедь, а затем жертвоприношение в Курбан-Байрам. Мусульмане всего мира собираются в мечетях, чтобы молиться Всевышнему за благодать и здоровье близких, за мир и свободу для своего народа. Во всех мечетях Крыма, их более 370 были проведены коллективные молитвы. Все сейчас будут приносить жертвоприношение, будут угощать своих близких, соседей, друзей, нуждающихся людей. Мусульмане посетят кладбище, вознесут молитву за души своих родственников, близких. Выразить солидарность и поздравить с великим праздником своих братьев по духу, вере и крови. В Крым приехали татары из Адыгейской республики. Собой они привезли традиционные угощения и приветственное послание от жителей Адыгеи. Мы сегодня вручили приветственный адрес, подарки, муфти и миру Алию вручили. И, конечно, мы хотим по-братски сотрудничать, чтобы татары Крыма и татары Адыгеи в гости приезжали друг к другу. И всегда будем вот эти вот религиозные праздники, в частности мусульманские, будем проводить. Но после молитвы по древней традиции в жертву приносят барана. Мясом же принято угощать не только близких, но и просто знакомых. Пришли на намаз, на молитву утреннюю. После этого едем все, кто куда, кто по гостям, к родственникам, к близким, к дедушкам, к бабушкам, родителям и так далее. Кто, как я, например, едем резать животных. Большое количество животных будем резать. И потом будет раздаваться это все нуждающимся. Вера стержень исламского мира для многих становится главным оплотом морали и семейных ценностей. Курбан-Байрам и Уроза-Байрам – центр и отправная точка для всех мусульман. Самое главное, что человека делает человеком – это нравственность, мораль. Вера в нас еще воспитывает. Мораль. Правильно? И то есть делает человека человеком. Отмечают Курбан-Байрам три дня. Первый из них для всего полуострова стал традиционным выходным. А за день до наступления праздника принято готовить чебуреки, бурму и кубите. Крымские татары очень любят мясные блюда. Также по традиции в этот день принято угощать детей сладостями, а молодым людям целовать руку старшим в знак уважения и как поздравления с праздником. Егор Петрунин, Николай Гришко. Служба новостей ТВ.